МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гостя нашей программы давно и серьезно увлекаются литературой. Но если раньше это была поэзия, то сейчас автор Анна Пономарева увлеклась прозой. Ее рассказ «Кавказ» производит неизгладимое впечатление. Как он был написан и кто участник литературного клуба «Человек-читающий». Об этом в эти минуты в нашей студии Анна расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Аннушка, я очень рада тебя видеть у нас в гостях. С тех пор, как мы с тобой в последний раз виделись, в твоем творчестве произошли какие-то перемены. То есть я хочу сказать о том, что вот ты писала стихи, а в последнее время ты увлеклась прозой. На мой взгляд, прозу все-таки писать сложнее. Я сейчас хочу поговорить о твоем рассказе. Наверное, не все его еще видели и читали в Инстаграме. Он называется «Кавказ». Чем обусловлена тематика? Я понимаю, что мы все живем на Кавказе, но все-таки хотелось бы, чтобы ты об этом рассказе немножечко поподробнее нам рассказала. Ну да, прозу я начала писать недавно. Это достаточно сложный жанр по сравнению с стихами, то есть требует гораздо более глубокого обдумывания, серьезного. Так получилось, что абсолютно случайно мне перед сном пришла идея написания рассказа. То есть пришел сам образ, как молодой юноша встречает в горах прекрасную незнакомку деву с кувшином на плече. И вот уже из этого образа, из их диалога родился рассказ. Рассказ, который посвящен Кавказу. Кавказ я очень люблю, поэтические легенды, все это очень красиво и интересно. И в моем рассказе очень интересные загадки есть. Там есть цитата из Корана, там есть биплейские мотивы ветхозаветные, и есть отсылка к нардскому эпосу, к богатырям нардского эпоса. Ты довольна вот этой своей работой? Да. Как автор? Я делаю это с удовольствием, потому что, я же говорю, там интересные загадки. То есть читатель первый раз может и не понять, что он столкнулся с чем-то таким необычным. Он читает просто как некое повествование, некую историю. А на самом деле там зашифровано, что такое Кавказ. Анушка, я надеюсь, что многие люди познакомятся с этим твоим рассказом. Что касается твоей деятельности, ты еще член клуба, человек читающий, литературного клуба. Кто его участники? Чем вы там занимаетесь? Это ребята разных возрастов. Я бы сказала, что даже и подростки есть. У нас ребята присутствуют школьники, но, к сожалению, за ИГ не всегда могут участвовать в собраниях клуба. А так абсолютно люди разных возрастов. Это люди, которым интересно читать, интересно обсуждать книги. Естественно, мы знакомимся там. То есть у нас общие интересы. Мы можем поехать куда-то, например, в горы вместе и обсудить книги. Анушка, я надеюсь, что в самом скором времени читатели, я знаю, что ты печатаешься в Дне Республики довольно-таки часто, читатели увидят твой рассказ, познакомятся с твоим творчеством. А я желаю тебе, конечно, успехов. Спасибо тебе. С добрым утром. С добрым утром. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9 часов продолжит программы на черкесском языке. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Московский индустриальный банк Московский индустриальный банк Осень в Карачаево-Черкесии Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok